Всем здравствуйте, девчонки! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы разбираем вот такой вот прекрасный узор для шапки. Для шарфа не годится, потому что изнанка такая. Снут можно им связать. В описании под видео оставлю ссылочки на шапку и снут, которые можно связать этим узором. Ну и соответственно, любую другую шапку, детскую, взрослую, им тоже можно связать. Вот, остановимся на вязании в круговую и вязании как бы классическом, ну, ровным полотном, потому что для джемпера он и для жилета, и для мужского очень подойдет. Значит, раппорт у нас состоит из 6 петель. Вот они, вот так вот выглядит раппорт. То есть, сразу после косички и заканчиваем косичкой, вот этой маленькой. То есть, здесь у нас 6 петель. Если мы вяжем, можем добавить еще одну косичку здесь, которая у нас 1 петля и еще 2 изнаночные петли. То есть, еще плюс 3 петли. Для кругового вязания нам ничего не нужно добавлять. То есть, число петель должно быть кратно 6. 1 петля, 2, 3, 4, 5, 6, 1 раппорт. Далее, 2 кромочные я добавлю. Вот сейчас добавлю еще одну вот эту вот косичку, да. Значит, мне нужно добавить еще 5 петель, чтобы было 2 между ними. То есть, еще 5 петель, чтобы добавить косичку. 1, 2, 3, 4, 5. Итого у меня получилось 13 петель. Это у меня получится 2 косички по бокам, вот эти тоненькие, и 1 посередине. Итак, первый ряд. Первую петлю снимаем. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. То есть, сейчас у нас на спицах, если не считать кромочные петли, находится вот это вот количество петель. Вот такой вот, как бы, сектор. 1 раппорт, плюс еще эта косичка. Так, изнаночный ряд по узору. Это только первые 2 ряда. Далее уже начинается сам узор. Если это круговое вязание, то изнаночный ряд мы вяжем, как второй ряд, вот такой вот, как второй ряд лицевой. Далее, третий ряд. 2 изнаночные. Вот эту вот петлю провязываем на петлю ниже. Смотрим не в петлю, а под петлю. Далее, 2 изнаночные. Из вот этой вот, следующей лицевой. Мы делаем, вывязываем 3 таким вот способом. За петлю вводим спицу, вытаскиваем, делаем накид и одну петлю из самой петли вывязываем. То есть, у нас получилось 3 петли из одной. Далее, 2 изнаночные, лицевая, под петлю, не в петлю, а под нее, на ряд ниже. 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Изнаночные ряд четвертый, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. Вот эту часть, эти 3 петли мы провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Так, это четвертый ряд. В круговом вязании он вяжется вот таким вот образом. То есть, он у нас лицевой, но нечетный. Нечетный ряд мы вяжем таким вот образом. 2 изнаночные, то есть, мы его вяжем по лицу. Вот эти 3 петли мы просто провязываем лицевыми. Мы вяжем по сути, по узору. 2 изнаночные, эту петлю мы провязываем просто лицевой. 2 изнаночные, эти петли провязываем лицевыми. Вот, это четвертый ряд, пятый ряд, 2 изнаночные. Под петлю опять. Всегда в лицевом ряду мы провязываем под петлю эту косичку, а в этом ряду через ряд под петлю. 1 ряд нормально, 2 ряд под петлю. Теперь, смотрите, 1 изнаночная, эти 3 петли, которые у нас лицевые, мы провязываем вот эту первую, вот после косички, 1 изнаночная, а эту, 2 изнаночную и лицевую мы провязываем вместе лицевой. Вот так вот, захватив слева направо. 1 лицевая и 2 петли вместе лицевой. То есть, последняя лицевая и изнаночная, провязываем их лицевой. 1 изнаночная, здесь под петлю, под низ. Это пятый ряд. Изнаночный ряд, 2 лицевые и изнаночная. Здесь уже 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 лицевые и изнаночные. Итак, изнаночный ряд при круговом вязании, 6, просто вяжем 1 изнаночная, вот эти провязываем лицевыми, изнаночные, лицевые, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, лицевая. То есть, там где было по 2 изнаночные, сейчас у нас по 1 изнаночная в этом ряду. Вот, держание лицевые, лицевые в изнаночном ряду, вот они, видите, по 1. Так, 7 ряд. 2 изнаночные, лицевую косичку, ряд под петлей, на ряд ниже, 1 изнаночная, теперь вот эту лицевую мы провязываем изнаночной, а здесь делаем то же самое, что мы делали в третьем ряду. То есть, мы, по сути, повторяем третий ряд. Раз, два, вывязываем 3 петли, здесь 2 изнаночные. То есть, сейчас у нас третий ряд. И так далее, девчонки, повторяем третий и пятый ряды. Вот, соответственно, здесь просто по узору вяжем изнаночные ряды. И вот такой вот узор прекрасный получается. Я считаю, действительно классный. Мне он нравится. Вот, и для джемпера, и сейчас очень актуально для шапки. Вот, я думаю, вам понравится. Всё, а на сегодня всё. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok